Метр за метром автомобильная дорога по улице Сайрамской приобретает нормальный вид. А ведь месяц назад именно эта трасса была настоящим кошмаром для всех автомобилистов. Дорога была в плачевном состоянии. Очень много было ям, разных этих машин. Пришлось объезжать, обходить. Вот сейчас так делают. Очень даже радуемся. Ездим спокойно. Мы эту дорогу от Светофора Олиханова до Долареца, Желтоксана, мы все отфрезеровали 18 тысяч квадратных метров. Качество новой дороги решил оценить ее главный строитель Тани Берген Сулейменов, следить за тем, чтобы каждый сантиметр соответствовал стандартам. Сейчас обещает, что эта дорога переживет не одну зиму. На сегодняшний день, как вы сами видите, мы здесь проводим установку бордиры. Это на сегодняшний день подготовка под бордиры. Мы его разработали бульдозером и потом экскаватором. И после этого сейчас у нас будет подготавливаться основание ГПС. На объекте по-прежнему работает техника. Строители заняты установкой нового бордюра. Работа кипит даже вечером. Скоро движение транспорта здесь перекроют. Будут делать самые сложные участки трассы. На ремонт дорог в Южном Казахстане потратят 6 миллиардов 26 миллионов тенге. Впечатляющую сумму уже выделили из областного бюджета. В нашем городе очень много дорог. Свыше тысячи километров дорог. Руководство области хочет видеть хороший, процветающий город. Как вам известно, на третье место хотят выйти. После Астаны, Алматы, чемпион на третье место. В связи с этим, как в основном двигатель экономики этой дороги, я так думаю, что руководство хочет видеть прямые дороги у нас. Но на многие улицы Шымкента еще не ступало на гастроители, а потому здесь дороги по-прежнему в аварийном состоянии. В отделе транспорта обещают, что к концу года все 166 дорог отремонтируют. Екатерина Попкова, Бахтер Тажибаев, Кирилл Мачалин, информационная служба, телекомпания «Утрар».